И в продолжении темы летнего отдыха детей. Славянские школьники во время каникул не только посещают лагеря дневного пребывания, спортивные и досуговые площадки, но и ездят в гости в соседние поселения, где они могут пообщаться со своими сверстниками, поучаствовать в совместно подготовленных творческих мероприятиях. Подробности в следующем материале выпуска. Для того, чтобы летний отдых детей был насыщенным, интересным и запомнился только хорошими впечатлениями, для славянских ребят подготовлены самые разнообразные виды отдыха. В летний период управлением культуры Межпоселенческим центром методического и технического обслуживания организуются мероприятия по обслуживанию летних досуговых площадок. Мероприятия организуются абсолютно разные. Это и выступления гидбригады городского дома культуры, это и обменные концерты сказки солнечного лета, это и выездные тематические программы «В гости к соседу». В гости к соседу. В Анастасиевское сельское поселение. В этот раз приехали ребята, занимающиеся на досуговой площадке при сельском доме культуры хутора Прикубанского. С собой они привезли детский кукольный театр «Солнышко». Вниманию юных зрителей была представлена русская народная сказка «По щучьему веленью». «По щучьему веленью, по моему украшению, а ну-ка, дрова, рубитесь-ка сами и кладитесь в сали». Казалось бы, в век высоких технологий, телевидения и многочисленных экранизаций – такое творческое направление, как кукольный театр, изжило себя. Но то, как внимательно и заинтересованно наблюдали за постановкой дети, доказывает обратное. Мастерство актеров, сшитые собственными руками куклы и костюмы, желание порадовать юного зрителя – все это, безусловно, не могло никого оставить равнодушным. Мне очень понравилось это представление. Мне очень хочется пойти на него еще с друзьями, с лучшими подружками. Хорошо, что приехали артисты к нам. Артисты кукольного театра «Солнышко» из хутора Прикубанского побывают в гостях и подарят сказку ребятам и других поселений. Анна Монастыренко, Наталья Лях, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».